Ритейлеры ушли на склад. Ритейлеры ушли на склад. Влагопарках сокращаются свободные площади. Газета «Коммерсант» номер 3 от 11 января 2019 года. СТР-10 минувший год стал рекордным для складского рынка. Суммарная площадь сделок на треть превысила аналогичный показатель прошлого года. В этом году активность арендаторов и покупателей сохранится. Консультанты ждут снижения доли пустующих помещений до 3,5. 4 – это рекордно низко с начала кризиса 2014 года. Наиболее активными на складском рынке оказались ритейлеры. Именно под их интересы в дальнейшем будут подстраиваться девелоперы, наращивая долю складских помещений в границах МКАД. Уровень вакантности складских помещений в московском регионе в этом году может сократиться до 3,5. 4 – став рекордно низким с начала кризиса 2014 года, следует из прогнозов. Найтфрэнк. По расчетам аналитиков, в 2018 году показатель находился на уровне 5%. Вакантность снижается на фоне высокого спроса, как следует из расчетов. Найтфрэнк. В прошлом году была арендована и куплена 1,6 миллиона КВМ складов, что на 33% выше аналогичного показателя 2017 года. 1,197 миллиона КВМ. Это исторический максимум, уверяют консультанты. По их оценкам, в этом году спрос составит 1,3 – 1,5 миллиона КВМ, оставаясь стабильно высоким. 14,2 миллиона квадратных метров складских комплексов действуют в Москве и Подмосковье, данные. Найтфрэнк. Руководитель отдела индустриальной и складской недвижимости КБР Антон Алябьев оценивает совокупный объем сделок в прошлом году в 1,48 миллиона КВМ, это по его подсчетам на 32% больше предыдущего рекорда, поставленного в 2014 году. В этом году объем поглощений достигнет 1,1 миллиона КВМ, считает он. Руководитель аналитики торговой и складской недвижимости Джу. Оксана Копылова говорит, что по итогам 2018 года было введено в эксплуатацию суммарно 922 тысячи КВМ складской недвижимости, это в 1,7 раза превышает аналогичный показатель 2017 года. В этом году, по прогнозам госпожи Копыловой, будет введено около 1 миллиона КВМ новых складов, при этом более 50% из них запланировано под конкретных заказчиков. Директор департамента складской и индустриальной недвижимости С.А. Ричи. Дмитрий Герастовский объясняет, что активность девелоперов сейчас во многом ограничивают негативные факторы рынка, повышение цены строительства, высокая стоимость кредитов, конкуренция, несоответствие рыночной ставки аренды, продажи ожиданием собственников. Наиболее активными арендаторами складских помещений аналитики Найтфрэнк. Называют ритейлеров, по итогам 2018 года на их долю пришлось 37% общего объема сделок. За последние 10 лет этот показатель увеличился почти в два раза, в 2008 году доля ритейлеров в структуре арендаторов и покупателей складской недвижимости оценивалась в 17%. В тот период основную долю сделок на рынке формировали логистические операторы, которые затем привлекали на собственные площади ритейлеров. Найтфрэнк. Ожидают, что на фоне роста активности розничных сетей постепенно будет увеличиваться доля складской недвижимости в границах Москвы. Сейчас, по расчетам аналитиков компании, в границах МКАД находится 1 миллион кВ, м складских площадей – это 7% всего объема предложения московского региона, 14,2 миллиона кВ, м. Аналитики ждут, что в перспективе 50 лет совокупная площадь городских складов вырастет на 20-30. Также будет обновлена часть существующих объектов, представляющих собой старые производственные здания. Интерес к городским складам в Найтфрэнк. Объясняют стремлением снизить скорость доставки. Вопреки существенному росту спроса и прогнозируемому снижению вакантности консультанты не ждут снижения арендных ставок на складскую недвижимость. Оксана Копылова предполагает, что этот показатель в текущем году зафиксируется на уровне 3,6 – 3,8 тысячи руб за 1 кВ, м в год. Наличие или отсутствие свободных площадей на одном объекте почти не влияет на востребованность другого. Кроме того, рынок отличает высокая доля сделок по еще нереализованным площадям. Это связано с классическим несовпадением спроса и предложения по количественным и качественным характеристикам, заключает она. Александра Мерцелова